МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, добрый день! Приветствуем всех из пресс-центра информационного агентства России ТАСС в Санкт-Петербурге. Спасибо, что вы присоединились к нашей сегодняшней онлайн-пресс-конференции. Нашу сегодняшнюю встречу мы посвящаем старту приема заявок на пятую международную архитектурно-дизайнерскую премию «Золотой трезине» и о целях и задачах премии лауреатов 2021 года, новых членах жюри и номинациях расскажут наши уважаемые гости, участники пресс-конференции. И если вы не возражаете, я готова с большим удовольствием поприветствовать, прежде всего, участников нашей встречи, которые находятся у нас в гостях, в пресс-центре ТАСС. С большим удовольствием приветствую руководителя представительства МИД России в Санкт-Петербурге, сопредседателя Международного совета премии «Золотой трезине» Владимира Запивалова. Владимир Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Позвольте также поприветствовать председателя оргкомитета премии Павла Чернякова. Павел Вадимович, добрый день. У нас в гостях председатель правления Всемирного клуба петербуржцев, член Международного совета премии Наталья Сидоркевич. Наталья Евгеньевна, рада вас видеть. Здравствуйте. Добрый день. И позвольте также поприветствовать и обратиться к участникам сегодняшней пресс-конференции, которые работают с нами удаленно. С нами на связи президент Всемирного клуба петербуржцев, генеральный директор Государственного Эрмитажа, почетный председатель Международного совета премии «Золотой трезине» Михаил Петровский. Михаил Борисович, здравствуйте. Я рада приветствовать генерального директора Государственного музея истории Санкт-Петербурга, члена Международного совета премии Владимира Кирилова. Владимир Владимирович, добрый день. И с большим удовольствием позвольте поприветствовать директора Центральной городской публичной библиотеки имени Маяковского, члена жюри премии Зою Чалу. Зоя Васильевна, здравствуйте. Добрый день. Итак, мы начинаем. Михаил Борисович, если не возражаете, начнем с вашего выступления. Прошу вас, пожалуйста. Спасибо, дорогие друзья. Я очень рад в очередной раз поговорить о этой замечательной премии, этой прекрасной культурной инициативе. Пятая премия. Пять лет – это уже хорошая традиция. Премия петербургская, очень хороша как инициатива и как уже сложившийся такой элемент нашей культурной жизни. всегда и особо хороша, может быть, сейчас. Мы много говорим, по крайней мере, я все время говорю о мостах культуры, которые не должны, должны быть взрываться самыми последними. Сейчас мы эти мосты буквально защищаем. И вот эта премия – одна из этих акций защита мостов культуры, которые связывают народы. Премия при этом очень петербургская. Премия петербургская, потому что она развивает вот эту традицию того, что архитекторы, лучшие архитекторы всего мира участвуют в архитектурной жизни нашего города. Как в строительстве, так и вообще в его архитектурной жизни. Так было всегда, поэтому он называется именем Трезини. И так вот продолжается дальше. И замечательная, конечно, черта премии – то, что в результате этого конкурса формируется музейная коллекция. Музейная коллекция архитектурного дизайна, архитектуры как искусства в музее истории города – это тоже и оригинальный, и на самом деле очень важно вот этот такой прекрасный результат. После конкурсов настоящих на строительство не всегда что-нибудь строится. Здесь точно всегда формируется что-то и остается. И нам очень приятно, Всемирному клубу петербургцев, что уже второй год в этом году будет специальный приз – медаль Духа Петербурга, с ученой памяти Валентина Трофимовна Орловой. Как вчера мы в Эрмитарском театре вспоминали год, как она от нас ушла, председатель правления Всемирного клуба петербургцев, которая очень много сделала. И для того, чтобы вот эта премия «Трезини» возникла, существовала и укрепилась, она очень рада, что есть такой специальный приз. Его уже вручали в прошлом году, его получили создатели проекта «Создание церкви на песках». Ну вот в этом году посмотрим, кто будет. И вообще с нетерпением будем ждать и какие поступят заявки, и какая в результате картина возникнет каждый раз, когда мы подводим итоги. Получается прекрасная выставка и очень интересные проекты. Так что я надеюсь, что в этом году все будет так же интересно, как прежде. Добро всем пожаловать на конкурс и на все события с ним связаны. Спасибо. Спасибо, Михаил Борисович. И мы продолжаем. Павел Вадимович, прошу вас, пожалуйста. Спасибо. Я еще раз благодарю всех участников сегодняшней пресс-конференции. Хочу сказать о том, что мы еще пять лет назад, когда запускали «Золотой Трезини», заявили о том, что миссия «Золотого Трезини» — это архитектурная дипломатия, как вид народной дипломатии, который объединяет зодчих разных стран. Я считаю, что интернациональный язык архитектуры говорит о созидании, а не разрушении. В нашем совете и жюри одновременно работают представители Ирана и Израиля, России и США. А еще в прошлом году за звание лучших соревновались авторы проектов из 90 с лишним стран. Архитектура в большей степени, чем любое другое искусство, нужна человеку не только для наслаждения, а для пользы и прогресса. Она составляет неотъемлемую часть нормальной, оседлой мирной жизни, которой мы все хотим для себя и следующих поколений. Поэтому от имени оргкомитета «Золотого Трезини» я заявляю, пусть сегодня это кажется утопией кому-то, но мы будем продолжать говорить об архитектуре с представителями разных стран, чтобы не утратить способность сочувствовать, переживать и надеяться на лучшее будущее. А теперь о самой премии в этом году. Уже было сказано, что она названа в честь первого архитектора Петербурга Доминика Трезини. Наш девиз «Архитектура как искусство» и сегодня мы являемся единственной премией в мире, которая отбирает без включения в состав музейного фонда новые архитектурные, реставрационные и дизайнерские проекты, имеющие высокую художественную ценность. Работа лауреатов премии, выбранной более чем 230 экспертами из 33 стран мира, пополняет собрание Государственного музея истории Петербурга и становится участниками ежегодной выставки. Следующая выставка у нас уже запланирована на сентябрь 2022 года. Спасибо, Владимир Владимирович, за поддержку нашей премии. В прошлом году номинантами премии стали 1031 проект из 97 стран. Лауреатов в мобиле 15 ноября в Эрмитажном театре. В число победителей вошли проекты из 14 стран. В 2022 году прием заявок начался сегодня. У нас представлено 20 основных и 3 специальных номинации. Помимо основных призов, позолоченных статуэток Доминика Трезини, будет вручено несколько специальных наград и одна из них – медаль «Дух Петербурга» памяти Валентины Трофимовны Орловой, о которой расскажет чуть позже Наталья Евгеньевна. Прием заявок на премию в этом году будет продолжаться до 15 сентября 2022 года. Мы приглашаем к участию номинантов из всех стран мира – девелоперов, проектировщиков, архитекторов, реставраторов, дизайнеров и декораторов, театральных художников, а также две очень важные для нас номинации – это студенты архитектурных вузов, которые могут подавать заявки. Мы не ограничиваем географию проектов и номинантов. И подача заявок на нашу премию всегда была и остается бесплатной. Сегодня можно зайти на сайт премии и заполнить бесплатную заявку для участия и попадания в музейную коллекцию. Победителей мы планируем назвать и наградить 15 ноября в Эрмитарном театре. Спасибо, Михаил Борисович, за поддержку. В принципе, это все. Спасибо. Я надеюсь, будут вопросы. Мы продолжаем. Владимир Васильевич, будьте любезны. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Только что Михаил Борисович сказал, что это пятая премия будет. Это уже достаточно серьезный первый юбилей, будем говорить. Я хотел бы сразу сказать огромное спасибо Михаилу Борисовичу за то, что он взял под крыло и это мероприятие, которое прошло в сентябре, в ноябре прошедшего года в Эрмитарном театре. Были определенные сложности у нас по месту проведения, но всегда есть люди, которые придут на помощь. За это большое спасибо. Представительство Министерства иностранных дел в Санкт-Петербурге изначально со второго года, будем говорить, поддерживает это мероприятие, эту премию. И я думаю, что очень правильный формат. Конечно, никто не думал, не гадал о том, что у нас будут долгие пандемийные годы, но история онлайн-премии как раз позволила принять участие очень многим людям. И вот сегодня было сказано о том, что более 90 стран представителей были представлены к своей работе. И очень интересно, находясь в жюри, оценивать вот эти все проекты, когда ты смотришь и где-то даже узнаешь, даже без поправок на то, что написано, узнаешь какие-то стили, да, будь то это скандинавские какие-то такие сухие, будь то, может быть, китайские, корейские, они немножко отличаются. Я думаю, что будет хорошее, уже сегодня дан старт, будет хорошее участие в этом конкурсе. Я бы, может быть, заострил на одном моменте внимание, вот этот год для нас, ну, юбилейный будет у нас и для страны, и для Санкт-Петербурга, это 350-летие Петра. И я думаю, что вот, может быть, надо будет тоже здесь посмотреть на какие-то моменты, и если слушают нас, да, или в аннотациях к проектам, может быть, сказать, что хотели бы увидеть, может быть, какие-то вот здесь отголоски вот этой даты. Ну, а так желаю всем успеха, будем работать и радовать не только жителей Санкт-Петербурга через музей Петропавловской крепости, да, где есть собраны эти проекты, но и вживую будем дальше пропагандировать эту премию. Спасибо. Спасибо, Владимир Васильевич. Владимир Владимирович, прошу вас, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору. Мы с большим удовольствием готовы выслушать ваше выступление. Прошу вас. Спасибо, Олег Киня. Добрый день, уважаемые коллеги. Государственный музей истории Санкт-Петербурга выражает глубокую признательность и благодарность за совместное плодотворное сотрудничество с оргкомитетом конкурса. Музей города является генеральным партнером премии. В 2019 году при поддержке музея на конкурсе объявлена новая международная номинация «Лучший архитектурный проект музея». Объявление победителей и награждение проходило в комендантском доме крепости. Кроме того, ежегодно с 2020 года Музей истории Санкт-Петербурга совместно с оргкомитетом премии открывает выставку под названием «Архитектура как искусство», на которой демонстрируются проекты лауреатов конкурсно, подчеркивающие статус архитектуры, реставрации и дизайна интерьеров «Архитектура как видов искусства». По традиции становятся частью нашего музейного собрания. Музей истории Санкт-Петербурга обладает его богатейшей коллекцией архитектурной графики XVIII-XX веков. В фондах хранятся чертежи прославленных петербургских зодчих эпохи барокко, классицизма, это такие, как Растрелли, Ринальди, Варнеги, Варанихина, Захарова, Росси, Стасова. Среди них проекты Адмиралтейства, Смольного и Казанского соборов, Александринского театра, Зимнего, Елагина и Михайловского дворцов. Львиную долю Музейного собрания архитектурной графики составляет работа архитекторов советского времени, определивший облик Ленинграда 20-80-х годов прошлого века. Это материалы, связанные с планировкой, застройкой и благоустройством города. Но мы работаем и для будущего. Для нас очень интересны новые проекты реставрации старых петербургских зданий или строительства новых зданий, проекты новых музеев в Санкт-Петербурге и в том числе Петропавловской крепости, а также то, что будет происходить на Охтинском мысе. Недавно состоялось такое совещание, где предложено нашему музею возглавить этот процесс. Из осуществленных проектов – это, безусловно, проект реставрации памятника Николаю Первому на Исааковской площади в 21-м году, проект реставрации Гачинского дворца в 20-м году, дворцовая церковь Екатеринского дворца. Мы очень рады, что собрание архитектурной графики Музея истории города продолжает пополняться проектами современными петербургскими архитекторами. И это представляет несомненную ценность для следующих поколений исследователей и архитекторов. Я желаю нашему конкурсу быть, развиваться, открывать новые таланты и, конечно же, обогащать наши фонды архитектуры новыми замечательными проектами. Спасибо большое. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Наталья Евгеньевна, прошу вас, пожалуйста. Очень приятно, что память о Валентине Трофимовне сохраняется. Сохраняется в той медали, которая будет представлена лауреатом премии. Прошу вас, пожалуйста. Всемирный клуб петербуржцев, который в этом году уже отметил свое 31-летие, конечно, обязан своим существованием Валентине Трофимовне Орлове, как нашему бессменному председателю, которая, к сожалению, год назад от нас ушла. И Всемирный клуб петербуржцев учредил специальный приз конкурса «Золотой трезине», медаль памяти первого председателя правления клуба Валентина Трофимовна Орловой за архитектурный или реставрационный проект, наиболее соответствующий духу и традициям Санкт-Петербурга. Медаль настольная. На аверсе помещен портрет Валентины Трофимовны и годы жизни 1946-2021. На реверсе сверху по выпуклой надпись «Всемирный клуб петербуржцев» снизу конкурс «Золотой трезине» и за лучшее воплощение духа Санкт-Петербурга. Вручается с дипломом. И в прошлом году лауреатом этой медали стало архитектурное бюро «Литейная часть 91» за восстановление церкви Рождества Христова на песках в Петербурге. Спасибо. Спасибо. Зоя Васильевна, пожалуйста, прошу вас. Еще раз добрый день. Что я хочу сказать, что вот идея конкурса «Трезине» она безумно великолепна, интересна. Пять лет конкурсу. Это вот для конкурса это достаточно большое время, это уже даже время какой-то зрелости. Я с первого года слежу за конкурсом, участвую в конкурсе и вижу, как оргкомитеты конкурса работают просто уникально, ювелирно, привлекая столько знаменитых архитекторов, дизайнеров, как первые годы это были достаточно скромные мероприятия. И каждый год все больше и больше людей пытается участвовать в конкурсе. И какие-то потрясающие люди в этом конкурсе участвуют. Сейчас, конечно, время у нас очень тяжелое, сложное, но, по-моему, оно настолько сейчас вот поможет что-то нам объединить людей. Это ведь не политическое дело, это объединение воли людей, их стремление, направление, находок. И, по-моему, мы должны сделать сейчас все для того, чтобы это все состоялось и было красиво, как всегда, и принесло людям пользу и удивление. Если говорить о библиотеках, достаточно скромные учреждения, но участие в этом конкурсе показало, что мы тоже должны быть посмелее, и мы имеем право представлять свои проекты на этот конкурс. И в этом году мы решились на это. Я напоминаю, что 21 октября мы подарили городу великолепную, реконструированную библиотеку имени Маяковского, которая открылась в старинном историческом здании, сохранив все ее культурное наследие, но приспособив ее для требований, нужд наших посетителей, это надо видеть, что произошло в библиотеке. И я считаю, что мы имеем право, полное право, представить этот проект на конкурс. Он великолепен, он чуден. Библиотека сделала все возможное, чтобы предоставить все условия посетителям нашей библиотеки, вот в этом историческом, культурном центре, очень бережно, ювелирно сохраненным, предоставить им все условия для современного их развития. Так что мы надеемся на поддержку экспертов, членов жюри этого конкурса. Наш проект просто заслуживает внимания. Желаю конкурсу, чтобы он был красив, чтобы он состоялся, чтобы мы все вместе преодолели все сложности, которые вот сейчас, в данное время, стоят перед нами. Успехов нам всем! Спасибо, Зоя Васильевна. Уважаемые гости, уважаемые участники пресс-конференции, позвольте несколько вопросов и уточнений, прежде всего. В вашем выступлении, Павел Вадимович, вы отметили, что приглашаются все страны, мы ждем проекты из всех стран мира. Тем не менее, что показывает опыт предыдущих конкурсов? Какие страны демонстрируют, на ваш взгляд, может быть, самые многочисленные предложения, самые, может быть, удивительные в чем-то, яркие предложения? Вот можно ли какой-то экскурс провести? Да, я был удивлен высоким уровнем студенческих проектов, особенно из Азии. И я их показывал многим известным архитекторам, и они даже не понимали, что это студенческие работы. То есть, мне кажется, будущее архитектуры зависит же от молодежи. И очень важно, что молодые архитекторы достигают таких творческих, интересных высот, которые полностью соответствуют девизу конкурса «Архитектура как искусство». И что меня очень удивило, не знаю, насколько все это политкорректно говорить, но можно было устроить такую шараду, показывать даже экспертам несколько проектов, не называя страны. И, допустим, они могли путать такие страны, как Соединенные Штаты Америки и Иран. Хотя, казалось бы, что может быть общего между ними, но оказывается, что действительно интернальный язык архитектуры такой, что когда есть смелые прорывные решения, я говорю не о реставрации, а именно о новых проектах, о новых студенческих проектах, проектах молодежи, по ним действительно не понять, какой культуре это принадлежит. Это новое слово в архитектуре, новые слова в урбанистике, в общественных пространствах. И какой-то иранский проект может показаться западным, и наоборот, какой-то западный проект может показаться восточным. Архитектура интернациональная, и это очень здорово. Спасибо. И вы отметили в своем выступлении, что более 90 стран принимали участие. Скажите, пожалуйста, каковы ожидания на текущий год? Сейчас сложно о чем-то говорить, но к нам уже поступают вопросы. И сейчас, насколько я знаю, поскольку мы только что объявили прием заявок, уже посыпались вопросы с уточнениями по поводу номинаций. 20 номинаций – это очень много. Люди думают, люди размышляют. И мне кажется, что заявки должны быть, потому что архитектура – это, во-первых, искусство, во-вторых, это культурный мост, и, в-третьих, это может быть для кого-то возможность не потерять себя в это страшное и тяжелое время, в котором мы сейчас все живем. Спасибо. Уважаемые коллеги, уважаемые коллеги-журналисты, прошу вас, пожалуйста, ждем ваших вопросов. Сейчас мы несколько уточнений еще сделаем по выступлениям наших уважаемых участников пресс-конференции. Если позволите, один из, мне кажется, очень существенных, связан с составом жюри. Вот Зуя Васильевна, мы ее представили уже как члена жюри премии. Скажите, пожалуйста, в этом году кто будет судить работы, какие-то имена? Возможно, еще не сформирован полный список, прошу вас, пожалуйста. Да, у нас огромное, как я уже говорил, жюри, больше 230 человек. Всех перечислять это я до конца дня буду. Я прекрасно понимаю, тем не менее. Да, я могу просто в целом сказать, что 33 страны и наша, если можно так сказать, фишка была и остается, что наш конкурс – это не замок и слоновые кости. Лауреатов премии выбирают не только архитекторы, которые судят архитекторов, а также представители самого широкого спектра культуры. Это директора музеев, художники. Потому что назвать тот или иной архитектурный проект произведением искусства не может ни один архитектор. Должна быть культурная общественность. Идея в том, чтобы это был очень большой спектр от американских музеев до европейских ведущих музеев. И еще, на мой взгляд, очень важно, что нас поддерживали и поддерживают дипломаты из многих стран мира, они рассылают приглашения от имени конкурса своим странам, и они также участвуют в выборе проектов. Я благодарен Пушкинскому музею, благодарен Эрмитажу, благодарен Русскому музею, благодарен Музею Гугенхайма, Музею Гетти и еще многим экспертам, которые нас поддерживали и поддерживают и участвуют в выборе победителей премии. Спасибо. Может быть, уважаемые участники пресс-конференции также смогли бы высказать свое мнение о тех работах, которые ожидаются, особенно, возможно, в нашем городе в связи с предстоящим юбилеем Петра Великого, о котором упомянул Владимир Васильевич в своем выступлении. Какие это могли бы быть проекты? Как вы считаете? Может быть, Михаил Борисович? Михаил Борисович, простите, микрофон, будьте любезны. Я думаю, что мы подождем, что будет. Я думаю, все понимают, что год Петра, все понимают, что это город Петра, все понимают, что Петр не просто наша история, это символ европейского выбора России, так что мы посмотрим. А так все открыто, все приветствуется. Спасибо. Уважаемые коллеги, еще раз хотела бы обратить ваше внимание, что ждем ваших вопросов. Тем не менее, мы продолжаем нашу пресс-конференцию. Зоя Васильевна, особое внимание вы обратили на участие в вашей библиотеке в текущем конкурсе. Позвольте, пожалуйста, если можно. Особенность наших библиотек заключается в том, что они довольно часто расположены внутри исторических объектов, внутри памятников архитектуры. Скажите, пожалуйста, в какой степени вот это приспособление библиотеки к особым условиям содержания здания, памятника, накладывает, позволит, вернее, предложить какие-то дополнительные проекты, продемонстрировав ваш образец. Возможно, какие-то библиотеки готовы примкнуть к предстоящему конкурсу? Ну, я хочу сказать, что библиотек, находящихся в таких старинных исторических культурных центрах или других зданиях, не так много у нас в городе. Ну, мы такие самые-самые-самые, находящиеся в таком очень старом здании, которому построено в 18 веке, ему почти 180 лет. Это бывшая подворья Тройца Сергеевы Лавры, и на нас это налагало особые какие-то осторожности с тем, чтобы мы ничего не повредили, не уничтожили, сохранили исторический облик этого здания, но приспособив под современные нужды современной библиотеки. Ведь это здание было передано библиотеке еще в 1939 году, и судьба этого здания достаточно сложная. Она очень сильно пострадала в 1923-1927 году. Во время войны было прямое попадание в это здание. В 90-е годы она произвела, варварская такая полуреконструкция была проведена. Но мы всегда мечтали вернуть этому зданию его исторический облик и вписаться так аккуратно, так хорошо, чтобы сохранить и современные технологические требования, которые сейчас предъявляются к библиотекам, и к культурно-историческому наследию. И вот, как это неудивительно, нам удалось. Мы шли к этому 20 лет. Время от времени проект тормозился, замораживался. Но вот в 1918 году мы получили добро, и вот такой кусок от длинной времени мы шли на эту реконструкцию. И, слава богу, получилось все так, как мы мечтали. Если кто-то не видел, не был у нас в гостях, это нужно посмотреть, но петербургцам есть чем погордиться, чтобы появилась такая современная, супероснащенная технологическая библиотека, в которую пошла молодежь, которая наслаждается этим пространством, зал забитый, никакого разговора о том, что библиотеки не нужны, не востребованы, что они умерли, все ушли в интернет. Нет. Это нужно видеть, то, что происходит у нас в библиотеке. Как я уже сказала, таких зданий не так много, где бы располагались библиотеки. Но поверьте мне, сейчас в каждом районе главы администрации, общественность районов возрождает библиотеки. У нас есть вот 5-6 великолепных сейчас чудных проектов, и я думаю, что каждый год мы что-то на этот конкурс все вместе будем показывать и выставлять, чтобы мир видел, чтобы город гордился. Это чудные, великолепные проекты возрождения библиотек. Поверьте мне. Спасибо, Зоя Васильевна. Если позволите небольшое уточнение, а не будет ли в этой премии отдельного, может быть, отдельной номинации, связанной с библиотеками? Может быть, этот вопрос, да, прошу вас. Это Павлу вопрос, Павлу. Эта номинация есть с прошлого года. Мы как раз ввели лучший дизайн проект библиотеки. И я хочу еще раз уточнить, что мы рассматриваем не только библиотеки в исторических зданиях, мы рассматриваем самые смелые новые проекты библиотек в разных странах мира. И в прошлом году как раз победителем в номинации «Лучший дизайн проект библиотеки» стал очень оригинальный, интересный проект из Индии, посвященный культуре уходящих языков. Как вы понимаете, в Индии огромное количество языков. Некоторые языки, очень мало людей остаются их носителями. И там создана специальная библиотека, посвященная уходящим языкам, чтобы их сохранить. Это очень интересный проект. Его можно увидеть на нашем сайте в разделе «Победители прошлого года». И я думаю, что он достойно занял первое место. И в этом году, опять же, в этой номинации будут, я надеюсь, проекты, осуществленные или осуществляющиеся библиотек из многих стран мира, от Индии до России. Я считаю, что будет интересно. Я уверен. Спасибо. И в продолжение разговора, короткое уточнение, Натальи Шустровой, Шустровой, портал Форма. Будут ли изменения в номинациях в этом году? Я сразу хочу сказать, что можно сразу зайти на наш сайт «Золотой трезине» и посмотреть список номинаций. Их 20, как и в прошлом году, но мы каждый год чуть-чуть двигаем, что-то меняем. Поскольку девиз «Золотого трезине» – архитектура как искусство, мы решили ввести еще одну номинацию, посвященную искусству. Это мы будем награждать и выявлять лучшие проекты паблик-арта в открытых пространствах. Это могут быть памятники, скульптуры, какие-то объекты, стрит-арта. И мне кажется, что это будет интересно, потому что у нас была номинация благодаря одному из членов жюри, автору памятника Доминика Трезине, Павлу Игнатьеву, она была и есть. Лучшее произведение искусства в современном интерьере. А здесь будет произведение искусства на улице, на площади, в городском пространстве. Это наша новая номинация в этом году. А все остальные основные номинации сохранились и для зданий, и для интерьеров, и для реставрации благодаря Всемирному клубу пятибуржцев, который нас поддерживает. Я думаю, что будут представлены интереснейшие проекты из многих стран мира в этих номинациях. Спасибо. Ну что ж, уважаемые участники пресс-конференции, уважаемые коллеги, вопросов мы больше на этом этапе не получаем. Ну, дан старт конкурсу. Безусловно, весь основной разговор впереди. Мы, я надеюсь, сможем представить какие-то лучшие работы, может быть, промежуточные итоги этого конкурса, рассказать о нем поподробнее в наших следующих встречах. А мне остается только поблагодарить участников сегодняшней пресс-конференции за эту встречу, поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за совместную работу, ну и пожелать успехов конкурсу. Несмотря ни на что, мы не сомневаемся, внимание к этой теме будет привлечено значительное, и мы увидим и сможем убедиться, насколько творчески архитекторы подходят к формированию нашего общего дома, планеты Земля. Спасибо всем. Всего доброго и до свидания. Спасибо. Приглашаю к участию. До свидания. Удачи. Всего доброго. Ждем заявки. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok